Музыка Грациозно и пластично юные туристы Лобинска преодолевают сложнейшие переправы в спортзале. На тренировке в школе единоборств дети отрабатывают важнейшие навыки по спортивному туризму. Здесь есть скалодром, параллельные и навесные переправы. Пока малышей тренер учит вязать узлы, ребята постарше стремятся к высоте. Секция спортивного туризма в Лобинске работает уже 8 лет. Занятия проходят круглый год, без перерывов, под руководством тренеров Андрея Шабардина и Андрея Басова. Успехи юных туристов радуют все больше. За последний учебный год, например, в копилке спортсменов более 150 наград, в том числе 33 золотых, 28 серебряных и 19 бронзовых медалей краевых региональных и межрегиональных соревнований. В этом году наши ребята стали чемпионами края, победители первенств, призеры края, участвовали в соревнованиях Южно-Федерального и Северо-Кавказско-Федеральных округов, стали призерами. Такие очень серьезные результаты уже вышли на хороший уровень. Занимаются ребята разного уровня подготовки. Здесь есть уже такие, скажем, маститые спортсмены и очень много новичков. То есть популярность этого вида растет, это заметно по посещаемости. То есть постоянно приходят дети, родители приходят, хотят, чтобы их дети занимались. Ну вот у нас с 8 лет, наш вид спорта, с 8 лет мы начинаем заниматься с детьми. Это из-за физиологических особенностей. Например, маленькая рука, то есть более ранний возраст, не может открыть карабель. То есть элементарно. А вот где-то с 8-летним возрастом уже нормальный. Есть такие ребята очень разного, разной физической подготовки. Есть такие девочки, которые по 20 раз подтягиваются в первоклашке. Есть, которые им тяжелее. Но, как показал опыт, тренировка важнее даже не то, с чем ты пришел, а то, как ты работаешь. И у нас очень много таких ребят, которые изначально не могли похвастаться хорошими результатами сразу. А сейчас они очень победители в открытых соревнованиях Краснодарского края. Призеры многократные. Спортивный туризм интересен тем, что развивает не только все группы мышц, но и интеллект. Детям приходится тщательно продумывать тактику применения полученных навыков. Тренировки сложные, но ребятам очень нравится их посещать и добиваться успехов на соревнованиях. Тренер Андрей Басов и сам участвует в различных состязаниях и на сегодняшний день имеет первый разряд по спортивному туризму. Лет так пять назад, сам попробовал, мне понравилось. Я начал выступать на соревнованиях. Потом познакомился с Андреем Александровичем, он уже тренировал детей. И, собственно, я как-то со временем так влился и тоже начал тренировать в этом виде спорта. Но вид спорта очень интересный, увлекательный. И детям много приходится думать, не просто там выполнять какие-то элементы, а приходится думать, ну, в какой момент и в какое время надо провести тот или иной элемент и с какой техникой. Я любила лазить по деревьям. Мне очень-очень нравятся горы. И этот вид спорта всегда меня очень привлекал. Я всегда хотела заниматься им. И мне он очень-очень нравится. Тренировки действительно очень сложные. Но когда тебе нравится этот вид спорта, ты с удовольствием приходишь на каждую тренировку. И заниматься получается много лучше. На зальных дистанциях я занимала первые места в крае. Это город Балславенс на Кубани. Еще на естественном рельефе в поселке Адербивка у меня получилось занять первое место и войти в сборную края. Яна Шабардина занимается в секции около четырех лет. Совмещение физической подготовки с музыкой, танцами и художественным образованием не мешает ей добиваться больших результатов. Яна – спортсмен первого взрослого разряда. Я очень рада, что занимаюсь именно этим видом спорта, потому что нам дают не только физические нагрузки, но умственные. Мы прорабатываем тактики, мы изучаем какие-либо новые узлы, мы применяем их на практике. В жизни каждого могут случиться критические ситуации. Благодаря этому виду спорта мы можем применять их на практике и спустим возможность всю эту жизнь. Анастасии Лакандиловой всего 10 лет. А она уже член сборной Краснодарского края, победитель краевого первенства. Мне очень нравится лазить. Тут разные этапы есть. Например, скалодром, навеска, параллелька, параллельные перила, траверс, жомар. Очень интересно. Лобинские туристы ведут еще и активную научную работу, собирая в турпоходах палеонтологические артефакты для музея истории и краеведения. Мы еще и научной работой занимаемся совместно с Лобинским музеем. Проводим интересные такие коллеги-краевические конференции, где собираем, занимаемся сейчас целенаправленно сбором палеонтологических коллекций для фонда Лобинского музея. Вот нашими детьми только за последнее время, за неполный год, собрано более, несколько сотен, несколько сотен предметов музейного назначения. Все они потом обрабатываются, передаются в музей. Музей очень рад, дети довольны. Они очень любят это мероприятие. Вообще сбор ископаемых – это одно из самых любимых направлений выездных наших мероприятий. Так что у нас не только спорт, у нас еще и наука такая, активный отдых. Мы, бывает, выезжаем на ГУПС, там собираем окаменелости, такие как белемниты, это моллюск. Потом есть, собираем еще отпечатки всякие. Это интересно? Да. Успех спортсменов – это упорный труд самих юных туристов, тренеров и, конечно, поддержка родителей. Попробовать себя в интересном виде спорта может каждый. Двери спортшколы всегда открыты. А впереди у спортсменов новый учебный год, новые соревнования и новые высокие достижения, уверены тренеры. Как и в любом виде спорта, главное – трудиться и труд приведет нас к любым вершинам, которые мы захотим. Пожелать побольше терпения, побольше трудиться, не унывать, ну и, конечно, побольше побед и радости. 5 августа в спортшколе спортивной борьбы были проведены соревнования по греко-римской и вольной борьбе, посвященные Дню физкультурника. Цель данного мероприятия – развитие и популяризация греко-римской вольной борьбы в Лобинском районе. В соревнованиях участвовало более ста спортсменов из Лобинска, а также Станиц Чемлыкской, Засовской, Вознесенской и Владимирской. В очередной раз ребята показали хорошую технику, интересную и увлекательную борьбу. В спорткомплексе «Алим» 5 августа прошли соревнования по настольному теннису. В которых приняли участие 39 спортсменов Лобинского и Кашихабльского района. Места распределились следующим образом. Девушки 2007 года рождения и моложе. На первом месте Ульяна Перминова, средняя школа номер 3. На втором месте Полина Гуреева, средняя школа номер 9. На третьем месте Елизавета Хадыкина, средняя школа номер 3. Девушки 2005 года рождения и моложе. Первое место Арина Орлова, средняя школа номер 3. Второе место Ольга Пусковалова, средняя школа номер 6. На третьем месте Юлия Демитерко, средняя школа номер 3. Девушки 2004 года рождения и моложе. Первое место Полина Горохова, средняя школа номер 3. На втором месте Елена Лагута, средняя школа номер 3. Третье место Елизавета Лемешева, средняя школа номер 7. Юноши 2008 года рождения и моложе. Первое место – Артем Шаров, средняя школа номер 7. На втором месте – Демид Никитин из второй средней школы. Третье место – Егор Скорецкий, средняя школа номер 3. Юноши 2007 года рождения и моложе. Первое место – Николай Марков, седьмая городская школа. Второе место – Николай Юрченко, школа номер 2. На третьем месте – Данил Кузнецов, средняя школа номер 9, село Вольное. Юноши 2006 года рождения и моложе. Первое место – Ислам Малышов, средняя школа номер 13, Казена Кужорская. Второе место – Данил Волчанский, средняя школа номер 1. Третье место – Андрей Гончаров, средняя школа номер 7. Спортивное мероприятие организовал и провел тренер по настольному теннису спортивной школы «Лидер» Игорь Асоцкий.